Российские и иностранные ученые и практики обменялись опытом профилактики и борьбы с сибирской язвой. Они рассмотрели угрозы изменения климата, рациональное использование пастбищ, риски здоровья населения и концепцию сохранения оленеводства на Ямале. От опасной инфекции даже в современном мире не застраховано ни одно государство. Поэтому вопросы предупреждения сибирской язвы одинаково актуальны как для российских ученых, так и для иностранных исследователей. В течение двух дней они делились своими наработками. Основные из них, полезные большинству территорий, были включены в итоговую резолюцию международного симпозиума. Подробности в репортаже Алены Серединой. Ветеринары и ученые из Канады, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Америки сначала побывали в Ямальском районе. На территории, которую минувшим летом сделали известны весьма драматические события. Впрочем, для экспертов, как иностранных, так и российских, сибирская язва хоть и особо опасная инфекция, но старая знакомая. Благодаря многолетним исследованиям, специалисты с болезнью НАТЫ. Интерес к этой проблеме значительно повышен сейчас и никогда не умалялся. А причина этому, я считаю, то, что она особо опасная инфекция. И не зря она стоит в списке биологического оружия третьей среди оспы и чумы. Ямал в чрезвычайной ситуации продемонстрировал человеческие сверхспособности. Вертолеты перевезли около 500 тонн грузов, совершая по 8 вылетов в сутки. Команда из 45 человек за две недели вакцинировала 87 тысяч оленей. Всего было привито 250 тысяч. В истории артических территорий такой спасательной операции ранее не было. Мы справились за максимально короткое время на купирование вспышки сибирской язвы. У нас ушла одна неделя. Операцию по борьбе с сибирской язвой на Ямале в мире называют уникальной. Вспышка считается крупной. О причинах эксперты не спорят. Аномально высокие температуры, засуха и активность насекомых. Может быть и другие факторы, которые мы должны рассматривать, но крайне важно, чтобы мы признали, что действительно климат и соответствующая погода крайне сказываются на том, что возникает патогенная болезнь и нужно проводить соответствующие исследования. Если во мнениях о причинах возникновения сибирской язвы в регионе эксперты единодушны, то о мерах профилактики инфекции говорят разное. Основных направлений два – вакцинация и уничтожение трупов больных животных. У здоровых необходимо повышать сопротивляемость организма, уверены ученые. Швеция в свое время сумела стабилизировать ситуацию, отказавшись от импорта из Бельгии, что, впрочем, не спасло страну в этом году. Минувшим летом в Швеции тоже была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Многие исследователи призывают к радикальным мерам. Сокращение поголовья оленей способно предотвратить распространение инфекции. Привычных пастбищ животным уже недостаточно. Если нужно забивать оленей, лучше просто их забивать организованно. Мы можем помочь вам в этом, если вам нужно построить бойни, с тем, чтобы на Ямал-Ненском районе было больше боин. И, наконец, я надеюсь также, я думаю, также могу сказать следующее. Пожалуйста, прислушайте к голосу пастбищ. В Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии создан и действует кадастр неблагополучных пунктов, включающий в себя данные о более чем 75 вспышках сибирской язвы. Его цифровая версия может быть весьма удобной для оленеводов. Кроме того, научное сообщество уверяет, что обычные памятки с кратким описанием болезни будут полезны и врачам, и ветеринарам. Знания симптомов первой помощи и горячих телефонов спасут в чрезвычайной ситуации не одну жизнь. А это, безусловно, главная задача участников международного симпозиума. Алена Середина, Давид Давиташвили, Служба новостей, «Импульс».